И кто успеет поставить лайк за 3 секунды, будет учиться только на отлично! Считаю! Раз, два, три! Привет, друзья! С вами Илю... Стоп, погодите-ка! Что это за звуки? Вы их слышите? Погодите-ка! Это что? Огромнейшая армия из красных кубиков с глазами? Серьезно, друзья! Сегодня мы будем сражаться с этими кубиками в игрушке под названием ЭВА ПОП! Играем, как вы поняли, мы за вот такой синенький кубик. Кстати, я не знаю как, но почему-то мой кубик клонировался и начал стрелять еще себе подобным вот ребятам, чтобы он, естественно, съедал вот этих малышей. Ладно, окей, давайте тогда будем, естественно, с ними вести войну, потому что они плохиши. И я смотрю, их довольно-таки тут много, друзья, поэтому давайте тогда сейчас будем, естественно, размножаться. Наверное, размножение я поставлю вот здесь, естественно, а также увеличу их размеры, друзья, потому что чем они будут больше, тем, естественно, друзья, они быстрее начнут побеждать вот вот этих красных плакишей. Смотрите, все, отлично, просто лавины, они начинают, друзья, падать прямо к нам в пасть, и в итоге мы уже намного сильнее их стали. Давайте тогда сейчас размножимся, потому что наша задача, друзья, добраться прямо до вершины вот вот этой горы. Так, давай-давай-давай, я думаю, еще чуть-чуть осталось. Кубиков совсем стало, друзья, много, осталось чуть-чуть, и в итоге все. Замечательно, мы смогли справиться с этой какой-то непонятной армией красненьких кубиков. В этой игрушке у нас имеются различные крутые задания, также можно открывать крутые ящики и, естественно, прокачивать, друзья, наших вот вот этих кубиков. Ну что же, давайте тогда приступать, опять-таки, играть дальше, посмотрим, что игрушка подготовит нам на этот раз. У нас, опять-таки, один кубик и один кубик наш. Что можно, естественно, делать? Давайте мы, наверное, сразу же пропустим вот эту штуку, во-первых, потому что мы понимаем то, что эта штучка, это взрыв. Мы сначала, наверное, размножимся, будем размножаться, также, естественно, увеличим наши размеры, и, опять-таки, пойдет размножение в три раза больше, потому что, смотрите, чем больше наших вот этих человечков, тем, естественно, больше они размножаются. Так, давайте кубики, размножаемся, размножаемся, и, смотрите, беру, делаю вот так взрыв, бам! И наши кубики сразу же берут, и тпхаются аж вот сюда. То есть, в принципе, мы очень быстро, ребятоньки, добираемся до наших врагов. Сейчас я, наверное, катапультирую еще наши вот эти здоровенькие кубики сюда, и, смотрите, просто взяли быстренько, зафигачили всех вот этих красненьких кубиков, и теперь вообще целый уровень наш. Стоп, друзья! На этот раз у нас уже сразу же два вражеских эво! Именно так зовут этих кубиков. Слева у нас красненькие, уже нам привычные, и справа у нас появились еще и розовенькие. Поэтому давайте тогда сейчас мы, естественно, будем им давать соперничество, потому что мы, естественно, друзья, должны выиграть. Давайте тогда сейчас сделаем эволюцию нашего роста, очень даже хорошо, и, наверное, еще больше делаем кубиков, чтобы они прямо у нас, друзья, были такие огромные, и надо, естественно, их размножать, чтобы наши кубики, друзья, пошли в разные стороны. И направо, и налево, потому что там как раз-таки наши враги. Так, ну что, я думаю, что кубиков сейчас уже довольно-таки много, очень даже много, поэтому давайте, ребятоньки, разрастаемся еще больше, и, естественно, бежим атаковать наших врагов. Все, в принципе, я даже, друзья, нажимать уже ничего не буду, хотя нет, один разочек еще вот так нажму, и, в принципе, мы видим то, что розовеньких у нас уже, друзья, совсем чуть-чуть осталось, и красненьких еще довольно-таки много. Они продолжают, естественно, свою эволюцию. Так, ну что, надо, наверное, друзья, уже кончать с нашими розовенькими. Все, берем и уничтожаем их полностью, потому что их теперь ноль. И, естественно, друзья, приступаем фигачить наших красных, потому что красные довольно-таки уже старые для нас враги, нам надо, естественно, им задать жару. Ох ты, ничего себе, как мы сейчас жестко, друзья, взорвали своих же причем. Но это способствовало, друзья, пройти, опять-таки, данный уровень, и у нас уже имеется, друзья, аж целых 40 трофеев. Это, на самом деле, очень и очень даже круто. А также мы открыли уже новую локацию. Поэтому давайте тогда сейчас мы, естественно, будем выполнять, опять-таки, задания и проходить следующие битвы. Ну а теперь, ребятоньки, самое интересное. Это, естественно, сражение против наших настоящих чувачков. Как вы видите, я сейчас уже поменял свои кубики. Мне выпал с сундука вот такой прикольный новый эво-персонаж. Ну что же, давайте тогда сейчас будем размножаться. Кстати, размножение у нас здесь идет немножечко по-другому. То есть, получается, за синеньких нам надо было просто тупо клонировать себя и увеличивать рост. А тут вот эти шарики, друзья, они, получается, рост делают сами, но мы клонируемся путем, друзья, разделения. Поэтому мы, в принципе, видим то, что у меня 59 моих человечков этих. Теперь уже практически сотка. Но, друзья, они слишком маленькие. Поэтому вот эти, получается, квадратики, которые справа, они могут нас, друзья, спокойно захватить. Поэтому давайте мы сейчас немножечко притормозим, сделаем наш рост немножечко побольше и заодно затестим еще как раз-таки вот эту непонятную штуку. А, смотрите, друзья, они подбрасываются вверх. Ничего себе. Так, а что у нас здесь, друзья? О, слева чувачок, кстати, довольно-таки маленьких эво имеет. Поэтому давайте мы, наверное, все-таки на него начнем, естественно, нападать. Потому что его, друзья, я думаю, будет легче всего слить. Я думаю, друзья, пора, наверное, размножиться. Потому что у нас уже довольно-таки большие эво. Мы сейчас берем, наверное, сделаем вот так, друзья. Отличненько. И, воу, стоп, погодите-ка. А я не думал, что вы станете такими маленькими. Это, конечно, друзья, подстава. Я думаю, что сейчас нам надо просто тупо сидеть и ждать момента, когда наши враги станут уже настолько, как бы, большими или маленькими. Главное, чтобы мы были большими. О, смотрите, как мы перевалимся. Я придумал тактику, друзья. Давайте я, наверное, буду все-таки делать наших эво маленькими. Но они будут у нас снизу. То есть, в принципе, они, получается, будут под защитой вот этих огромных эво-квадратиков. Ну и вот как сейчас выглядит, друзья, моя армия. В принципе, у нас уже имеются довольно-таки неплохие размеры. Поэтому давайте я тогда сделаю вот такое умение. И начну уже потихонечку нападать на наших вражеских эво. Давайте сначала будем, естественно, нападать на нашего розовенького. В принципе, мы видим то, что мы довольно-таки неплохо справляемся с его вот этими малышами. Но пока что вот эти средние кубики мы, друзья, атаковать не можем. Но будем, друзья, естественно, стараться и еще раз стараться. О, смотрите. Отличненько. Блин, такой был крутой момент, друзья. Еще бы чуть-чуть бы я бы его слил. Давайте сейчас тогда будем, естественно, еще потихонечку нападать на синенького. Будем, естественно, наших эво на его территорию, друзья, заносить. Во, отлично. Вот это мне по душе уже, друзья. И, наверное, я сейчас вот это умение вот на этих эво... Стоп, друзья. Он просто взял и улетел, серьезно. Я думал, что он сейчас, друзья, полетит прямо вот сюда, прямо в яблочко. Но, к сожалению, что-то моя, друзья, точность подвела. Вот это сейчас, я думаю, будет просто, друзья, офигенно. Ну да, это просто тупо уже минус розовый, потому что тут осталось совсем чуть-чуть. Я, наверное, просто возьму, разделю вот этих своих. И они сейчас, друзья, естественно, вырастут. И мы их просто тупо возьмем и сольем. Так, что у нас там синим? Синий пока что, друзья, живет, потому что мы до него добраться не можем. Ну, я сейчас возьму, сделаю вот так. Отличненько. Давай, давай, давай. Смотрите, какой большой кубик начинает сливать наших синеньких. Замечательно. Давайте тогда сейчас мы ему еще поможем. Эх, блин, дружок, ну ты, блин, перелетел, конечно. Чуть-чуть не хватило, но, в принципе, мы уже, друзья, очень даже близки к его сливу. Кстати, розовеньких у нас уже вообще, друзья, нету. Мы их полностью уничтожили. Поэтому давайте тогда сейчас будем вот так запускать наши вот эти эво-кубики. Единственное, что-то они, друзья, особо-то не запускаются, потому что, видимо, они стали слишком тяжелые. Да, скорее всего, друзья, так и есть. Поэтому давайте мы тогда их разделим, чтобы они у нас, друзья, такие были маленькие. Сейчас они, естественно, вырастут, и мы, наконец-таки, сделаем нашу контрольную атаку. Все, друзья, начинается атака, и вот так она, друзья, уже быстренько закончилась. То есть, это первая катка с настоящими людьми, которую мы выиграли. Ну, а мы приступаем к третьей каточке. Видим то, что у нас появился еще один эво-новенький куб. Выглядит он как-то очень странно, друзья. И тут, я думаю, что можно все-таки воспользоваться тактикой именно размножения. Потому что рядом со мной пока что таких прям серьезных противников нету. И мы просто тупо, друзья, будем по максимуму сейчас, естественно, размножаться. А теперь, я думаю, можно и сделать размерчик, естественно, побольше. В принципе, у меня уже армия, друзья, довольно-таки неплохая. Сейчас мы тогда сейчас будем делать еще побольше кубиков. И давайте мы, наверное, размножимся именно вот здесь. Чтобы у нас кубики реально были очень и очень даже большие. Пока красники воюют с вот этими непонятными моллюсками, я уже подготовил хорошую такую, друзья, армию. Поэтому давайте мы тогда сейчас сделаем, естественно, взрыв и начнем жесткую атаку на красного. Просто смотрите, как жестко у него убавились, естественно, его кубики. Сейчас мы тогда сделаем размерчик побольше. И в итоге от красных сейчас уже, друзья, вообще ничего не останется. Вот их тут буквально осталось совсем чуть-чуть. Единственное, ему очень сильно помогают кальмары, потому что они, почему-то, друзья, какие-то глупые. Просто тупо сливаются ему. Но теперь уже сливаться некому, потому что я, естественно, друзья, уничтожил вот вот этих красных кубиков. Сейчас мы тогда дадим, естественно, немножечко побольше роста нашим кубикам. И, естественно, сделаем финальное катапультирование. И давай-давай-давай. Вот, друзья, отлично. Пошел у нас процесс. В итоге, друзья, я даже не успел зафигачить наших кальмаров, потому что моя армия достигла максимума. То есть, в принципе, тут можно выиграть двумя способами. Либо полностью всех зафигачить, либо собрать 300 кубиков. Я, в принципе, в этой катке собрал именно столько. Ну что же, ребятники, а я думаю, на этом можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, напишите обязательно об этом в комментарии. А также наставьте кучу-кучу лайков, чтобы я, естественно, снял новенькую серию. Потому что тут, в принципе, очень много различных карт. И, я думаю, будет много крутых битв. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok